Привет, сноубордисты! Это очередная серия нашего видеоблога из магазина VR Freeride. Эта серия будет посвящена сноубордам Дюпра. К нам приехал, к нам приехал Дюпра Сергеевич Дорогой. Зовут его Сергей, Серж, он француз, фамилия Дюпра, и в данный момент бренд, который он представляет, выпускает, зовется его именем, хотя изначально этот бренд назывался Ход. Вы, наверное, если давно уже катаетесь на сноуборде, то слышали такой бренд Ход. Когда-то он гремел в Европе и был в какой-то момент даже продавался значительно больше, чем Бёртон. Да, вот было и такое, представляете. Но из-за каких-то финансовых трудностей, не знаю, продаж-перепродаж, этот бренд временно был закрыт. Сейчас, насколько я понимаю, Серж Дюпра восстановил эти права. Теперь он может дальше пользоваться этим именем, бренднеймом, и делать доски с тем самым шейпом, который он выпускал с начала 1980-х годов. То есть, кто вообще такой Серж Дюпра? Это человек, увлекающийся виндсерфингом. Вы понимаете, какую форму имеет доска для виндсерфинга. И в начале 1980-х он каким-то образом попробовал сноубординг. Не знаю точно, где он это попробовал, в Америке или здесь, во Франции, потому что, насколько я помню, несколько команд профессионалов американских приезжало в Европу как раз со своими турами на сноубордах. В общем, он попробовал сноубординг, очень ему увлекся. Причем на тот момент, в начале 1980-х годов, существовало как бы таких два направления сноуборда. Один из них представлял Бёртон и Симс. Это такие были чуть более коротенькие доски, поуже, с не таким вырезанным боковым радиусом. И катание на них, повороты точнее, происходили за счет того, что задней ногой приходилось выталкивать доску, ну, как бы подметать задней ногой и поворачивать за счет таких движений. А второе направление представлял бренд Винтерстик. Это были доски подлиннее, с ярко выреженным таким широким и длинным носом, с сильными боковыми вырезами. Я думаю, вы на экранах сейчас увидите такие картинки таких досок. И именно таким сноубордингом увлекся и Серж Дюпра. То есть все доски, которые он начал строить, это, напомню, был бренд HOT, они имели именно вот такой вот вид. Сейчас, как вы видите, доски Дюпра, в принципе, похожи на те самые формы, которые представляли бренды в начале 80-х. Но, конечно же, учитывая все современные разработки и наработки, и долгие годы испытаний, тестов разных вариантов форм, но, по сути, классическая доска сейчас Дюпра очень сильно напоминает доску тех самых начала 80-х годов. Значит, что собой представляет доска? Вы видите, да, это очень длинный и широкий нос. То есть вот у нас здесь, например, некоторые модели, они даже не вылезают по ширине носа в наши закладные поддоски. Очень широкий нос, который, естественно, будет вас просто выталкивать из глубокого снега. Боковой вырез достаточно небольшой радиус, но он глубокий, да, то есть доска будет очень поворотливая на жестком снегу. Плюс по прогибу это обычный кембер, да, который, ну, может быть, чуть-чуть он смещен назад. И длинный-длинный-длинный нос, рокерный, естественно, с загибом вверх. Это, по сути, одна модель, да, вот вы видите. По сути, одна модель, но это разная жесткость, разная геометрия, и каждая доска ведет себя по-разному. То есть вот, например, сейчас у меня в руках это 152-я доска, вот такая желтенькая, с обозначением N, это, значит, узенькая, узкая доска, то есть такая доска, например, подойдет девушкам, ну, естественно, тем, которые умеют кататься, потому что все-таки этот бренд, он уже сделан для людей, которые кататься умеют, и заведомо для тех, кто умеет кататься и в паудере, и по жесткому снегу, то есть это универсальная доска, она супер универсальная, просто на ней можно кататься абсолютно везде. И вот такая вот 158-я доска, она вполне подойдет для хорошо катающихся девушек, да, она узенькая под размер ноги, подойдет, жесткость не очень большая. Пятерка, как написано у Дюпра, но возможно, что пятерка она и есть, может быть, даже чуть мягче. Ну, в общем, для девушек может вполне подойти такая, ну, или для легких молодых людей, для подростков. Кстати, вот специально не убрал доску Mos Snow Stick, да, вот видите, да, какая форма. Ничего вам не напоминает, то есть это тоже с 1982 года вот эта форма доски. Здесь единственное отличие с Wallow Tail. Кстати, из истории бренда Hot, когда Серж выпустил две первые доски свои, одна из них как раз была тоже с Wallow Tail, и это был первый европейский с Wallow Tail на рынке, который был выпущен именно в Европе. Далее берем следующую доску. Это тоже доска 158. Они очень интересно обозначают свои доски как серфер, да, то есть 5,2, то есть это 5 футов, да, футов и 2 дюйма, как серфер обозначает свои доски. Но реально это 158 доска. Эта доска уже обычную жесткость имеет. Она уже так прилично пожестче, чем доска такая вот для девочек. Я думаю, что, скорее всего, это уже шестерка, и, вы видите, прекрасный дизайн, такой в стиле Psychedelic. Это Limited Edition, таких досок очень мало, поэтому, если вы хотите себе красивую доску дюпра, то у нас они есть. Что дальше по ростовкам? Есть 5,5. Эта доска уже 165 размера, 165 сантиметров. По жесткости она, ну, наверное, такая же, как эта. Да, вполне такая же, но таких досок у нас еще есть 5,5 плюс и 5,5, то есть 165 плюс-плюс. Вот здесь вот сбоку на доске вы можете увидеть вот эту вот длину и плюс-плюс. Плюс-плюс это обозначает жесткость, то есть доска плюс-плюс по написанному имеет жесткость восьмерку. Ну, наверное, это правда, потому что действительно доска очень жесткая. То есть если человек, умеющий хорошо и быстро кататься, сможет нагрузить такую доску, то доска плюс-плюс это прям для очень хорошо умеющих кататься ребят. Доска просто плюс, ну, может быть, на людей, которые чуть-чуть тяжелее, которым нужна обычная доска, но, в принципе, достаточно тоже будет хорошо держать на большой скорости. Следующая ростовка, это шестерка, это 178 сантиметров. 178 сантиметров доска, соответственно, и она еще более жестче, хотя, наверное, вот обычная доска будет жесткостью 7, доска с плюсиком будет жесткостью 8, а вот доска с двумя плюсиками 178 ростовки уже будет девятка. То есть ее прогнуть надо будет действительно постараться. Что касается длинного носа. Вот когда катаешься по жесткому снегу на этой доске, а по жесткому он держит великолепно, потому что кембер обычный прогиб, вот нос не вибрирует, потому что здесь достаточное количество стекловолокна. Вообще конструкции доски самые простейшие. Дерево, стекловолокно и, собственно, и все. Сделано в Польше, кстати, это польская фабрика, на которой делается достаточно много брендов. Качество, ну, так скажем, на первый взгляд никаких придирок придраться не к чему. Понятное дело, что нет у нас никакой статистики по тому, насколько они ломаются или не ломаются. Но вот, кстати, есть статистика старых досок. Ход, который Серж выпускал еще, получается, там в 90-е, да, в начале 90-х. И многие эти доски до сих пор еще служат вполне катабельны. И есть у нас еще такой вот пароход. 193 сантиметра, друзья. Это для полей Камчатки. Отличная вещь. Ну, может быть, не только для полей Камчатки. Ну, кстати, достаточно короткие радиусы вырезов боковых позволяют доскам, даже длинным, таким как 193, гонять и немножко по лесу. Я, честно говоря, не рискнул бы, наверное, на 190-й доске поехать где-нибудь в леса Шерегеша или того же Приискового. Хотя, кстати, в Приисковом очень любят этот бренд Дюпра. Я неоднократно видел людей, которые там катались именно на досках Дюпра. И, например, скорее всего, 178-я доска будет совершенно беспроблемно чувствовать себя между деревьев в Сибири. 193-я может быть тоже, если вы ростом 2 метра и весите 110 килограммов. Еще могу пару слов сказать по истории бренда. Ход, да, не Дюпра. Дюпра – это уже после, так скажем, вынужденной остановки Серж стал выпускать в начале 2000-х годов, 2003-й, по-моему, год. А где-то с 95-го по 2003-й, то есть практически 10 лет, собственность на марку, собственность на шейп была у кого-то другого, не помню, кто купил. Если вы, кстати, знаете, если вы хорошо разбираетесь в истории сноубординга, вы обязательно напишите. На самом деле очень похожая история, да, вот с французским брендом Asnowboards или Apocalypse, как он назывался, когда тоже вынужден был владелец продать этот бренд, точнее, чтобы сохранить его на рынке, он вынужден был продать бренд Арсеньолу, по-моему, да, насколько я помню. И в итоге потерял возможность делать свои доски, пытался потом как-то выкупить, ему не разрешили, и он дальше делал, далее и далее выпускал опять свои доски под разными названиями, как APO, Asnowboards, APO и так далее. То есть в этом что-то эти два французских бренда похожи. Что дают такие еще достаточно короткие радиуса, они дают хорошую устойчивость на карвинги, да, то есть доска жесткая, то есть на такой доске можно и широкая, широкая талия, да, на такой доске можно закладывать очень хорошие углы наклона. И, кстати, одним из первых райдеров, который стал использовать такие прям экстремальные углы при повороте, это был Серж Виттелли. Опять же, один из райдеров APO, но до APO он был райдером ход, и вот тот поворот, который он делал, да, там прям практически лежа на склоне, принес ему мировую известность, и, в общем-то, такие кадры с такими поворотами добавили известности сноубордам бренда HOT. Кстати, в этом году вот бренда HOT вы могли видеть, наверное, на наших каких-то там фотоотчетах с выставок, но реально, по-моему, не выпущены были доски, они были немножко другой формы, не такие, как Дюпра, это модель D, D1, они были немножко другой формы, не совсем соответствовали своей классической форме, которая была раньше. Не знаю, с чем это связано, вероятно, все-таки это все-таки еще отголоски вот этой проблемы с правами обладания на марку HOT. В итоге сейчас Дюпра выпускает только пока что сноуборды под своим именем. И еще маленькая добавочка к сноубордам Дюпра – это лыжи Дюпра. Лыжи Дюпра, которые Серж стал выпускать в 2013 году, в 2013 году или в 2012 году эти лыжи на выставке ИСПО получили приз как самый инновационный, потому что форма лыжи, она, в общем-то, напоминает тот же самый сноуборд. То есть это широкая, сильно широкий нос по сравнению с талией, хорошая поверхность, да, которая погружена на снег будет. Если вы в паудере катаетесь, то у вас, понятное дело, что такой широкий нос он будет просто выплывать из любого снега, и та часть лыжи, которая погружена в снег, она будет иметь достаточно хорошую, такую большую поверхность, и грессировать вы будете прям как на волне, на том же серфинге или виндсерфинге. То есть тут в конструкции таких лыж смешение, так скажем, стилей катания, как альпийское, так и катание по воде, да, то есть есть некие разработки, которые Серж сюда добавил, внеся, принеся их из своей виндсерфинговой истории, и, в общем-то, доски для виндсерфинга он тоже делал сам. В данный момент у нас есть три модели лыж. Самая маленькая лыжа, это вот такая, это 167 лыжи, предназначена скорее больше для катания по трассам, нежели off-piste, где-то, наверное, порядка 80% по трассам, и 20% можно выезжать в снег, потому что все-таки широкий нос позволит это сделать. 167-я ростовка достаточно маленькая, есть еще 177-я, но у нас этих лыж 177-х нет. Это вообще нам чудом урвали немножко лыж, чтобы привезти их для наших поклонников этого бренда. Напомню, что их нигде нельзя купить, ну, можете, конечно, купить на сайте Сержа Дюпра, там, кстати, есть русский язык, он, правда, корявенько переведен в переводчике, в электронном, но ничего, в общем-то, понятно. То есть вы можете купить у него непосредственно на сайте, но, учитывая доставку сюда, цена будет, скорее всего, даже выше, чем вы купите у нас в магазине. У нас в магазине цена примерно на 6% выше, чем европейская среднерозничная рекомендованная цена. Такая лыжа имеет талии, эта серия имеет S-серия, забыл сказать, да, S-серия написана на лыже. Здесь талия 83 сантиметра, у большей длины 85 сантиметров, ну, то есть такая достаточно универсальная лыжа, которая будет прекрасно карвить по жестким поверхностям и немножко вас будет удерживать в паудере. Вот такая вот модель. Это серия называется O-серия O. Сейчас как бы вам показать вот так вот, да, дизайн, чтобы был совмещен. Это лыжи уже со симметричными радиусами. То есть здесь внутренний и внешний радиус разделяются. Талия уже за 100, 115, 120. Вот конкретно вот эта лыжа 181. Здесь уже 50 на 50 катание по трассам и катание по подготовленным, точнее 50% катание по подготовленным трассам и 50% катание по паудеру. Естественно, с таким носярой эта лыжа будет всплывать где угодно. При этом карвится на жестком очень хорошо. И есть вот такая еще модель серия O называется. Это уже 90% катания вне трасс и 10 по трассам. Но при этом, опять же, повторюсь еще раз, это лыжи широкие, да, стали уже там за 120, 125, 127. И даже такие широкие лыжи, благодаря вот этому радиусу и такой форме, они прекрасно карвят по тратраченным трассам. То есть вы можете спокойно, имея одну пару лыж, гонять везде и дождавшись павдер дня, просто зажечь по любым полям. В общем, приходите к нам, смотрите на лыжи, на сноуборды. Лыжи, единственное сейчас место, где это можно купить, это магазин Squod. Не только в Москве, в наших других магазинах, в регионах тоже есть доски. Лыжи есть только в Москве, только у нас в одном магазине новом, на Таганке, который открылся буквально только что. Поэтому за лыжами только к нам. Субтитры создавал DimaTorzok